Итак, давайте посмотрим, что сегодня я хочу вам показать, что я купила в Коста. Коротенький обзор. Итак, у меня закончилась как раз томатная паста, которую я покупала в прошлый раз. Я купила новую коробочку. Получается очень выгодно. Это стоит 10 долларов 12 штук. Да, 10 долларов 12 штук. То есть, ну, очень выгодная цена. Это получается органическая. Хотя не потому, что я выбрала, потому что, ну, просто это органическая томатная паста. Она идет в маленьких упаковочках. Я вам сейчас покажу, в каких. Очень удобно. Такого для наразового использования. Для готовки, если я делаю, например, те же мидболс или борщ, или даже какой-то просто сух томатов. Или томатный бровь, что даже сух можно брать. Это как основу. Очень-очень удобно. Вот, видите, она вот здесь вот так упакована. Вот в таких вот коробочках. Маленьких баночках. Очень удобно. Вот на один раз, видите, здесь по 156 миллилитров. Так что я рекомендую. Очень удобно. Именно в плане упаковки и цена. Цена, в общем, то же самое, если я буду, например, в любом другом магазине брать самую дешевую пасту. И она у вас всегда здесь будет в компании, в ящике. В любой момент потянули, взяли. Дальше у нас идет огромная упаковка макаронок, которые я обычно беру. Здесь получается 9 упаковок по 500 грамм. Дальше, значит, они здесь есть разные. Видите, тут есть и эти, как они, и кругленькие макарошки. И есть вермишелька. Эти вермишельки здесь нет. Ракушки разные, трубочки. И также есть спагетти. Очень удобная упаковка. Мы ее съедаем за... Ну, обычно не на месяц хватает. Может, чуть больше. Больше, чем на месяц. Больше, чем на месяц хватает. На два месяца где-то мне такой упаковки макаронок. Может, конечно, и без банана. Брэд, который уже у нас ополовиненный стоит. Вот он с орешками. Очень вкусный. Мы любим. Тут даже цена на нем есть. 5,99. 5,99. Очень вкусный. Мы всегда берем. Вся семья ест. Также были куплены опять для упаковки вот этих тортий. То есть, они идут в одной. Вот так вместе сложно. Одна уже из морозилки. Вторая свежая. 20 штук. В общем-то, за 4 доллара. Две сметаны. Одна уже раскрытая. Ребята, рекомендация этой покупки, вообще этой недели, это вот эта колбаска. Farmer's Sausage. То есть, это фирма Harvest. Но она как бы продается типа как фермерская колбаса. Вы знаете, вот по вкусу она как домашняя. Обалденный, чесночный такой вот аромат и запах. Видите, здесь 1,5 килограмма. Она стоила меньше 14 долларов. За 1,5 килограмма это очень хорошая цена. Здесь в составе нету никаких таких, знаете ли, слишком экстремальных ингредиентов. Я не знаю, насколько здесь будет видно. Можно будет потом нажать на паузу и посмотреть. Достаточно приятная колбаса, копченая. Здесь идет таких раз, два, три, четыре, по-моему, где-то 8 рулечек таких. Ну, не рулечек, палочек. Назовите как хотите. Вот таких. Обалденные, ребята, очень вкусная колбаска. То есть, уходит хорошо и детки, и все едят. И она действительно как домашняя. Таким, с хорошим копченым, чесночным таким вкусом. Это рекомендация этой покупки моей основной. Естественно, была куплена колбаска. Килограмм экстра. Линн Кукт Хэм. Киркландовская, которую я беру и дожки в школу. Ну, иногда так на бутербродик редко для нас, в основном в школу. Получается меньше, чем 8 долларов за килограмм. В этот раз были куплены новые йогурты. Я вообще не люблю 0%-е. Но решила попробовать, потому что цена у них обычно дороже. Сейчас была такая же цена, как я беру с нашей обычной йогурты. Неплохой вкус. Я не люблю, потому что из-за чего? Я не люблю из-за того, что это вот этот вкус сукрозита вот этого. Потому что написано, что без сахара. Вот. Ну, не знаю. Но вкусы как бы детей любимые. Цена такая же. Взяла одноразово можно. Вот, что у нас по сахарным отметкам. 3 грамма. То есть, это в одной баночке 100-граммовой меньше, чем ложка сахара. Так что... Вот было куплено еще вот этих 24 йогурта. По-моему, они меньше 6 долларов стоят. Вот эти 24 штуки. По 100 грамм. Я напоминаю, по 100 грамм баночкам. Дальше были куплены мои любимые йогурты. Любимые не потому что... Ну, во-первых, конечно, они, да, вкусные. Конечно, у них, да, много сахара. Но в школу для еды, это только для еды. И только в школу. Баночку в день. На 2 недели мне хватает этой упаковки. Да, габочка, сейчас я иду. Посмотрим. Давайте уже сравним, если мы смотрим на сахарный индекс. Сахар 22 грамма в одной баночке. На, видите, per bottle. 22 грамма, это значит 5 ложек сахара в одном таком йогурте, ребята. Но, опять-таки, я говорю, что это выпивается в первой половине дня ребенком, который активно занят, бегает, прыгает, учится. Поэтому эти калории сгорают. Я, конечно, этот йогурт не пью. И тем более мы не пьем его после обеда никому. Я не даю это только для едоши в школу. Ну, что делать, ребята? Сегодня без сахара никуда. Но нужно контролировать его уровень. Нужно смотреть и наблюдать хотя бы, чтобы мы знали, сколько в каждом продукте сахара. И пытаться как-то с этим немножко играть, чтобы прийти к какому-то балансу. И говорят, что взрослому мужчине нужно, возможно, 9 до 9 чайных ложек в день сахара. Женщинам 6. Ну, детям я не знаю, сколько. Скорее всего, меньше, чем эта доза. Еще был куплен набор вот таких, не швабр, метел, метелок за 8 долларов. И к ним совочек и маленькая такая вот щеточка. Давно думала купить, а тут у меня как раз все поломалось. И это, я думаю, будет служить еще тоже много лет. Удобно, что их именно здесь две. Одна подлиннее, одна чуть пошире, одна немножко поуже. Очень удобно. Очень хорошие они, щеточки такие, достаточно тверденькие. Хорошие. Но там они одни только продаются. Они есть и для улицы, есть такие метлы. Что для улицы взяла? Для улицы такие, как у нас есть. Тоже 9 долларов. Также на этой неделе было куплено, ой, мясо. Я купила свиной фарш. Вот цена за упаковку. 13,64. 5 долларов за килограмм фарша. Очень хорошего качества свиного. Вот я очень люблю. И я еще приноровилась покупать. У них такие новые подносики появились. Уже порезанные такой вот на квадратике свинины. Эта упаковка стоила 14,68. То есть, опять-таки, 5 долларов за килограмм. Это удобно уже на шашлык. Это удобно просто жарить. Это удобно тушить. В общем, кто как готовит, уже просто большие порезанные куски свинины. Была куплена, уже давно не покупала я, туночка, которую я беру. 8 штук по 100 грамм. Стоит это меньше 7 долларов. И мне хватает примерно на месяц такой упаковки. Я делаю салат. Костя на работу. Делаю иногда завертываю, завертываю, заворачиваю. Делаю такие вот роллы из рисовой бумаги. С ним, с авокадо. Ну, в общем, что я буду вам рассказывать. Я даже пирожки делала как-то с ними. Поэтому вы видели рецепт. Далее уже была куплена опять мелкая соль крупная. У меня еще есть, которую я покупала как-то. По-моему, в Нофреле, не в Костка. Вот кирплановская. Она и по цене выгодная. И она морская. 850 грамм. Короче, взяли на салат. На такую, в готовую пищу больше будем использовать. Казать заправилась я еще, когда была в Костка. На 37 долларов. 35 литров. Самая дешевая заправка. В принципе, по району. У них всегда-всегда дешевле, чем в других. На тот момент, потому что, вы знаете, бензин у нас меняется несколько раз в день на заправках. Цена на бензин меняется несколько раз в день. Ну что ж, ребята, вот и... наш счет, который составил 121 доллар 60 центов. Плюс налог. Видимо, был взят на что-то налог здесь из еды. Возможно, на колбасу. Сейчас мы посмотрим. Нет. На брумс. Видите, вот здесь есть оценка. Это HST налог. На брумс. На вот эти вот метлы. На метлу. Доллар 17. Ну вот, то есть, настоящая цена, получается, не 8.99, а 10.50. 10, короче, долларов. Итого 122 доллара 86 центов. Обошлась мне моя покупка в Костко в этот раз. Спасибо, что смотрели. Буду ждать ваших комментариев, вопросов по теме покупок в Костко. А пока, пока.